Итак, Bitrix24. Этот релиз получил название Мадагаскар. Давай, наверное, буду листать эту часть, а ты мне будешь помогать там по деталям. Мы на презентации обосновывали, почему мы хотим давать название этим релизам. Достаточно большой получился релиз. Давайте по порядку, что вообще выпустили. Да, кстати, уже теперь не секретный проект, который с этим связан. Компания онлайн. Мы продолжаем развивать систему чатов и мгновенных сообщений. Нам кажется, она очень важной и существенной для компании. Прикладываем к этому много усилий и уже большой объем, много всего сделано внутри продукта, но чаты продолжают развиваться. И в 16.5 мы об этом расскажем опять же много. Так выглядит, так работают мессенджеры. Здесь мы показывали, что уже было на тот момент готово и как это функционировало. А, секундочку, извиняюсь. Здесь уже пошел функционал, да, Вадим? Да. Там уже желтенький. Что нового появилось? Это вот как раз, секундочку, сейчас расскажем. Появился общий чат. Общий чат, в который автоматически попадают все сотрудники, которых нельзя убрать. Вообще удивительно, когда эту штуку включили у нас в компании, вы бы видели, что происходило. 150 человек, мне кажется, это больше было похоже на… Я не буду называть этим словом. Пришлось покричать реально, чтобы они замолчали. Общий чат – отличный инструмент для компаний не очень большого размера. Но нам было весело. Мы предполагаем сейчас, что где-то до 50. Очень, очень хорошо работает в малых группах. 15-20 человек прекрасно коммуницировать. Для них не существует такого большого объема потока. Но, кстати, после опыта на себе появилась настройка, все ли могут писать. И появилась настройка, вы осознаете, что вы пишете на всех. Но вообще инструмент оказался, мы по статистике видим, хорошо шумящим. Он запускает мессенджер и работает отлично. Также появились так называемые открытые чаты. То есть, когда вы создаете чат и даете возможность как в группу вступать любым участникам. Простой инструмент, хорошо работает. Целые списки открытых чатов созданы внутри компании. Туда могут попадать разные люди, присоединяться. Эти чаты анонсируются в общий чат. В общем, инструменты начали стыковаться и получать общую картину. Ну, собственно, с закрытыми чатами уже ситуация была понятна. Они немного доработаны, чтобы стать более удобными и более понятными. Создание закрытых чатов на несколько человек. Стало их значительно легче искать. Мы планировали выпустить панель справа. Ее собрали, сверстали. Она работает на нашем портале. Но до нового года ее не успели. А вот после нового года она стала объединяться с рядом других инструментов. И мы планируем, что вот на следующей, скорее всего, неделе эту полоску справа мы будем отдавать в облако. Вообще реакция людей очень хорошая. Потому что создается визуальное ощущение того, что все присутствуют здесь. Что все работают и присутствуют в компании. Что у нас тут? А, это, собственно, как эта чат-полоска выглядит, когда на других страницах расположена. Это, собственно, состав того, что вышло в чатах за предыдущий релиз. Обратите внимание на рестапи для разработчиков. У нас будет отдельный доклад. Женя Шинько будет его читать. Там будет очень интересно. Да, я бы хотел анонсировать этот доклад и посоветовать посмотреть 16.5. Мы нашли несколько очень интересных решений по развитию даже не только чата, а коммуникаций между компанией и клиентами. Еще я хочу отметить, что появился предпросмотр ссылок. Так называемые богатые ссылки. Это казалось очень удачным, удобным инструментом, когда видно сразу же, о чем текст. Да. Итак, поддержка умных вещей. Ну, собственно, это возможность отвечать на часах, на Android, на Apple часах. Тема устройств развивается. Нотификациями хочется удобнее работать. Появился инструмент ответ прямо на мобильном или на устройствах. Да, я лично подходил к Жене Петриченко, просил его, чтобы на моих часах можно было голосом отвечать на сообщения. И он это сделал. Жень, встань, пожалуйста, и подходите к нему со своими часами. Если у вас есть потребность, чтобы он отвечал не только голосом, а за вас писал сообщение, Жень тоже сделает. Сделаем почту. О, маркетинг. Прекрасно у нас появилась тема по убийству электронной почты. Согласитесь, так всех зацепило. Сколько обсуждений. Вчера с Максимом Спиридоновым даже в интервью. Он говорит, ну расскажи теперь, как вы убиваете электронную почту. Давайте попробуем рассказать. Собственно, здесь у нас рассуждение, какое строилось. Электронная почта, будучи задуманной, если мы вспомним первоначальные концепты, была задумана как отличный инструмент для коммуникации между компаниями, между людьми удаленными. Но когда там в 90-х, наверное, в 2000-х, ну ее приспособили для коммуникации внутри компании. Она, в общем, не очень к этому подходит. Об этом говорят вот эти бесконечные рея, очень много участников. И наше наблюдение, что после внедрения Mitrex24 в компании внутренние коммуникации с почты потихонечку переплывают в облако. И теперь происходят там. Есть более удобные способы обсуждать, коммуницировать и общаться. Но остается некоторый хвост общения с внешними участниками. И мы решили, что должны быть сценарии, которыми можно воспользоваться для того, чтобы строить коммуникации с теми, кто не работает внутри вашего Bitrex24. А здесь у нас… А это о чем ролик? Это вот придет к коммуникации с внешними пользователями. А, мы уже здесь пользователи указали? Я просто пропустил момент, где мы выбрали email. Нет, еще не указали. То есть наша задача была живую ленту научить коммуницировать с email'ами. Наша задача была задача научить коммуницировать с email'ами и чаты. Собственно, что выпустили в этом сценарии? Выпустили живую ленту с электронной почтой, в котором мы можем указывать email'ы тех, с кем мы бы хотели общаться непосредственно в живой ленте. Не только в момент создания сообщения, но вы можете добавить получателя и указать email. То есть у вас идет какое-то обсуждение. И кто-то говорит, давайте подключим вот этого пользователя. Вы указываете его email и отправляете ему соответствующее сообщение. У него, собственно, Иванов, Mail.ru, такой у нас оригинальный email и несколько email'ов, которые можно получать. Автоматически они у нас попадают в адресную книгу. Я вот не помню, она индивидуальная сейчас или общая на компанию? Какой мы в итоге концепт реализовали? Что она индивидуальная для человека? Сейчас, да, по-моему, индивидуальная. Не помнишь? Сейчас никакой? Нет. Сейчас она индивидуальная в том плане, что когда вы повторно набираете email, то ваша история вам показывается. То есть вы уже по набору получаете те адреса, что уже использовали. Кто попробовал пользоваться? Попробовали. На самом деле мы пока технически ее сделали, но внутри продукта, мы это называем, не продаем ее. То есть мы пока не намекаем. Реально пользуются те, кто слышал, видел презентацию или попробовал использовать таким образом. Мы хотим закончить весь концепт и уже предлагать как бы законченную концепцию. Но сейчас планируем доразвивать эту часть. Получился простой механизм. С ним, в общем, простые сценарии работы. Легко работать, легко отправлять эту ссылку. Очень легко подключить к обсуждению внешнего человека. И, в общем, не вызывает затруднений либо ответить по электронной почте, что, наверное, самый важный момент. Либо кликнуть и на публичные страницы комментировать и отвечать. Сценарии получились работающими и, так сказать, полезными с точки зрения компании, вовлечению внешних пользователей в коммуникацию. Нам кажется, что пользы от этого сценария станет сильно больше, когда мы подинтегрируем это в CRM. То есть, когда те коммуникации, которые вы ведете таким образом, будут стыковаться к этим аккаунтам в CRM. И это как бы адресная книга и CRM, и эти концепты начнут объединяться. Тогда этот комплекс станет целостным для восприятия с точки зрения клиента. Получайте, письма может ответить или своем почтовом клиенте. И тогда мы входящее письмо отправим в живую ленту в виде комментария. Либо получатель может перейти по ссылке вот в тот интерфейс, что вы видели на экране, и непосредственно работать на портале по его уникальной ссылке. Каждому пользователю заводится e-mail, он указан его в профиле, и он добавен в адресную книгу. Если адресная книга подключена к компьютеру, то она автоматически синхронизируется, и человеку достаточно просто форварднуть это письмо вместе с атачами, с документами. Оно оказывается в живой ленте, с ним удобно в дальнейшем работать, добавить новых получателей, либо подключить этих получателей. Одним словом, можно работать с этими письмами в форварде, обсуждая их, собственно, в живой ленте. Сценарий заработал. Вот Вадим показывает свой уникальный e-mail. Не весь. Весь он не поместился на экран. Да, так как он у него выглядит. Он секретный, да. Таким образом, мы считаем, что развиваясь в этом направлении, мы закрываем два сценария, которые раньше не было. Это обсудить с теми, кто не в компании, но требуется участие ваших сотрудников, и переслать и обсуждить те сценарии, которые есть в почте. По-моему, про задачи мы позже. Или тоже будет здесь? Нет, задачи мы на следующий релиз. Мы не выпустили пока задачи с электронной почтой. Сейчас мы об этом поговорим. И не выпустили пока чат. Пока ограничились с живой лентой. Давайте про задачи расскажем по порядку. Немного статистики. Сколько миллионов задач было выполнено на облачном сервисе BITREX24. Большой функционал. Основные задачи, которые решает инструментарий. Всего, в общем-то, было достаточно, но мы продолжаем развивать этот инструмент. И в этом релизе появились… А, здесь у нас еще мы рассказывали о том, что вообще задачи такой очень важный инструмент, но развивавшийся, наверное, не то что стихийно, а какими-то рывками. И технологически развивался, и некоторые концепты, наверное, может быть требовали более какого-то системного подхода. И очень любопытен опыт общения с компаниями, когда мы говорим о задачах. По большому счету, даже в одной компании сотрудники делятся на две большие группы. Одни обычные пользователи, как мы их называем, например, бухгалтерия, финотдел. Их задачи обычно кому, к какому сроку. Это поручение либо себе, либо кому-то еще. И очень специализированное, и очень детальное использование, которое характерно для нас с вами, как для разработчиков. Когда мы учитываем проект, специфику, сроки, напоминания, всякие поинты, зависимости. И вот эти две большие категории, они очень разные. Причем если сделать задачи для второй категории, они совершенно становятся непонятны для первой. А если сделать их для первой аудитории, они становятся неудовлетворительными для профессиональной аудитории. И мы ищем способ, как сделать задачи такими, чтобы они удовлетворяли и той, и другой категории. Это связано будет с выпуском нового интерфейса. У нас где-то ролик, по-моему, там дальше идет. Нет. Нет? А, вы убрали этот в итоге ролик? Да, потому что интерфейс изменился. Ну, в общем, ситуация сейчас такова. Сейчас ведут работы по новому интерфейсу задач. Мы накопили значительный опыт в форме CRM по интерфейсам. Теперь мы пытаемся все это дело унифицировать и сделать задачи такими же красивыми и удобными. Ну, я так понимаю, что мы, во-первых, технологически их перевели на компоненты и избавились от старых моментов. Вообще, по дороге, когда их начали реализовывать, собственно, в конце прошлого года, решили, что надо все-таки однозначно один раз нормально переделать, чтобы потом и партнеры могли кастомизировать. И вообще с этим было удобно системно работать. Поэтому задачи застряли немного к выпуску, но интерфейс подтвердили и хорошо доработали. Нам показывают, что 10 минут. Да, но Ганта выпустили. Как скоро ждать? Вообще, ролик записали, я его вчера видел. Ну, там чуть-чуть где-то подъехало, там еще что-то, говорят, еще будет немножко по-другому, решили его не показывать. Они, в общем, близки. Но мы, кстати, будем когда про 16.5 говорить, у нас там есть ближайший релиз. Вообще у нас будет два релиза. И там мы покажем ближайшую дату, когда мы выпустим. Ждать в течение месяца, я думаю. Потому что еще пару недель на разработку, нужно пару недель на тестирование. И в течение месяца, я думаю, мы выпустим. И там же будут мобильные задачи. Кстати, Антон, а ты с ноутбуком же, да? Ты же уже можешь показывать? Ты без ноутбука? Ну, наверное, как-то организуешь, да? Если… Встань, пожалуйста. Если вопросы по задачам, пожалуйста, вот можете к нему адресовать и обращаться. Он и Ганта делал, за это отвечает репутацией. И задачами сейчас заведует. Ну, давай покажем Ганта. Что по Ганту появилось? У нас не так много времени. Переключение список. Гант стал экспериментально по умолчанию. Мы его включили. Появились зависимости. Ну, рассказывай. Ну, все красиво стало. Все отлично перемещается. Перемещается с учетом рабочего времени. Если задача есть, галочка учитывая рабочее время, то вы не можете затащить задачу вне рабочего времени. А, коллеги, все хорошо с Гантом? Под задачи в Ганте? Не могу понять. Гант получился или не получился? Получился. Антон, ты крикнул? Антон, получился или не получился? Давай покажем зависимости. Пусть здесь, собственно… А, здесь быстрая постановка задачи. Тогда на следующий слайд. На следующий ролик. Мы экспериментировали стартом во время презентации. Вот здесь показано, как строится зависимости. Это делать можно динамически, визуально, мышкой. Может, вы вообще не пользуетесь зависимостью задачи? И это все были разговоры только? Пожалуйста, крикните. По-моему, сортировку задач выпустили. Пользователь сортировка задач есть в Ганте. Потому что там это имеет большой смысл. Давайте вам микрофон дам. Если задачи в списке смотреть, нет сортировки именно по CRM, у вас поле можно подключить, активность вывести, но по нему нельзя отфильтровать задачи? А, чтобы только CRM задачи остались? Ну да, в определенном порядке. То есть CRM, если подключать к задаче какую-то компанию и потом отобразить их. Не отвечу сейчас. Давайте с Антоном попробуем. У нас сейчас как раз интерфейс делается. Если это возможно будет учесть нового интерфейса, то мы ждем. Вы можете к Юрию Волошину подойти, он запишет этот пунктик, чтобы не забыть. Так, пойдемте дальше. Четыре типа зависимости между задачами. Классическая финиш-старт – это когда нужно начинать новое, когда старое закончилось. Старт-старт – когда одновременно нужно начать. Финиш-финиш – это классический дедлайн. И старт-финиш – это когда задача должна начаться при совершении предыдущей. Все эти зависимости визуально отображены стрелочками на диаграмме Ганта. Я так понимаю, что это вообще все варианты, которые могут быть вообще на диаграмме Ганта. В принципе, да. Так, ну давай дальше будем двигаться, потому что времени действительно мало, чтобы уместиться. Мобильные задачи удерживаются, собственно, вебовскими задачами. Они в работе, и мы планируем как раз на следующий месяц выпустить и вебовские, и мобильные. Надеемся, что все у нас получится. Продолжаем развивать виртуальную ОТС. Мы становимся, в общем, достаточно большой телефонной станцией. Быстрое подключение, хороший инструментарий, очень хорошо интегрируется с CRM, запись звонков, масса других вещей. Что появилось нового? Оценка качества обслуживания, одновременный звонок в очередь, определение источника лида по номеру телефона. Мы выпустили софтфон. Пока первую итерацию, он не до конца еще в каких-то моментах интегрированный, но в принципе телефонные звонки уже начали поступать на телефонные аппараты. И это важная часть развития концепции. Мы считаем, что одно приложение должно решать все способы коммуникации, которые есть у компании. Софтфон будет продолжать развиваться, и он, собственно, содержит такой возможный функционал, позволяет отказаться в итоге от покупки СИП-телефонов, меньше расходовать батареи, ну и бесплатен. Мобильная CRM. Очень большой объем по этой части ведется. И у тебя даже скриншотов нет, да? Ты не стал сюда скриншоты ставить? Там уже все очень близко к тому, чтобы показывать. Итак, через месяц-два. Тут мы рассказывали о том, что нам кажется, что есть очень интересный сценарий, который мы выходим, реализовав софтфон, телефонию и интеграцию CRM. Фактически, подключив телефон, поднимая мобильный телефон с приложением, записывая звонки и после телефонного звонка, говоря, что хороший или плохой лид, мы тем самым даем возможность клиентам незаметно для себя как-то автозаполнять CRM. Этот сценарий продолжать будем развивать. Ну, мобильный CRM прямо сейчас создается. Карточки редактирования всех сущностей CRM, списков всех сущностей. Там все будет очень интересно и функционально. Практически полностью функционал в мобильном приложении будет доступен. CRM развивается, становится все более популярной. Мы очень активно занимаемся развитием этого решения. Выпустили много функционала по CRM. К сожалению, времени сейчас не так много. В застрявших моментах, наверное, осталось заполнение реквизитов по NN из базы данных FNS.RF. И эту часть уже застряли на том, что регламенты, база долго шла, пока ключи подтверждали. Ну все, уже базу получили, сервис уже разработали, база уже хранит, реквизиты в тестовом варианте заполняются. Я вот думаю, что они даже пораньше, чем следующий релиз выйдут. То есть мы планируем выпустить это пораньше. С множественными реквизитами и с данными. Создание на основании. Тут мы, к сожалению, пролистаем. У нас времени совсем остается мало. Я думаю, что и вы, и клиенты уже посмотрели. Хорошо работающее решение и функционал. Развивается каталог товаров внутри CRM. Свойства, типы, целый ряд других вещей. История просмотров появилась. История редактирования, история просмотров. Новый интерфейс настроек CRM. По нему много было сделано работы. Интерфейс получился, в общем, очень хороший, с дополнительными статусами. Достаточно легко настраиваемый, визуальный. Решения получились хорошие. Итак, новые аналитические отчеты. И мы тут провели небольшой эксперимент. Мы начали их раз в день показывать в начале дня. То есть заходя в CRM, даже если пользователь в течение дня переключался к спискам, в начале дня мы показываем аналитический отчет. Это позволяет вообще откинуть взглядом выручку, объемы, визуализировать то, над чем человек работает и представить, как его могут контролировать. Удивительно, но, в общем, отзывы хорошие. Самое главное, негативных отзывов тоже не поступило. Это часто бывает показателем. В целом, реакция и принятие пользователями на этот эксперимент оказались очень удачными. К сожалению, возможности весь ролик не удастся сейчас показать, но клиентам нравится красиво, визуально, все выпрыгивает, много цифр показывает, позволяет сравнить с коллегами. Так развивается Bittrex 24 CRM, который во многом становится одним из драйверов по продаже, по внедрению в CRM и прекрасным предложением, с которым и вы очень часто приходите к клиентам. Мы можем внедрить вам CRM. Хорошее предложение. Так, дистоп-приложения мы, наверное, пропустим, не будем на них детально останавливаться. Скажем, что появилась Linux-версия, которая доступна по опенсорсу. Появились сотрудники, служащие, участники для сообщества учреждений, потому что разные бывают не только компании, но и группы сообществ участвуют. Уже не секретный проект. Давайте мы чуть-чуть пробежим вперед. Хотелось бы, наверное, поподробнее о нем. Но это большое изменение, которое будет в течение ближайшего, наверное, года приводить к ряду важных реконструкций. Изменение, связанное с пониманием, что все пользователи с точки зрения компании делятся на своих сотрудников и на тех, кто внешний. И развивая эту концепцию, мы построили некую концепцию Bitrix24 Network 2.0. И, собственно, она позволяет в нашей общей концепции, к чему мы хотим прийти, непосредственно из живой ленты адресовать сообщения на электронную почту, если у человека нет Bitrix24, либо в другие Bitrix24, чтобы это сообщение в живой ленте оказывалось в тех порталах, кого вы адресовываете. То есть вы могли бы указать e-mail, и когда мы весь концепт завершим, то он либо на e-mail ему отправит, либо адресует непосредственно в тот портал, где находится человек. Аналогичным образом мы считаем, что будут работать задачи, когда вы можете адресовать задачу либо на e-mail пользователю, либо в другой Bitrix24. То есть если у вас есть партнеры, соисполнители, вы с кем-то сотрудничаете, то задача могла бы находиться в двух разных порталах, одна и та же. В одном портале и в другом. Все мы это называем как бы Network 2.0. И у нас, собственно, будет доклад очень любопытный у Максима Смирнова по единой интеграционной шине о том, как работает эта архитектура. Мы постараемся рассказать детально, что лежит под капотом. Ну и аналогичная идея связана с мессенджером. Ну, собственно, мы выпустили первый этап. Мы выпустили мессенджер. И сегодня с многими нашими коллегами мы общаемся либо в групповых чатах, либо в индивидуальных чатах непосредственно внутри Bitrix24 своего. Есть некоторая путаница, потому что есть и первый Network, и второй. У нас есть концепт, как объединить. Может, сегодня успеем еще поговорить о том, как это будет объединяться. Основные сценарии использования. В 16.5 будем рассказывать об этом детальнее. Итак, выпустили живую ленту плюс e-mail, чат, видеозвонки, передача файлов. Вот передача файлов по Network, по-моему, еще не была выпущена, но вот если я не ошибаюсь, на следующей неделе она уже реализована. Уже выпустили? А, уже по Network можно отправлять файлы. Видеозвонки еще не выпустили. И остальные задачи стоят в плане. Так. Ну, я здесь всегда призывал, пишите непосредственно мне в Bitrix24 Network, внутри своего портала. Так выглядел релиз Bitrix24. 11.00. Ну, давай вопросы все-таки еще. Коллеги, давайте, прежде чем приступим к вопросам, я объявляю, что у нас начал работать желтый зал. Начались. Ну, давай мы вопросы, а потом еще раз объявим, чтобы коллеги могли уже выбрать, какой дальше поток слушать. Пожалуйста, вопросы по Bitrix24. Сергей, вопрос из онлайн. Значит, вопрос с банами почтовиков при рассылках средствами Bitrixа очень актуарен. Что-то мы планируем в этом делать, в этом управлении? То есть прямо при рассылках часто попадают в бан, да? Первоначально давайте планируем обсудить, принять решение. Вадим, надо, наверное, тогда заняться этим вопросом. Юр Волошин, давай мы с рассылкой все-таки с Яндексом договорим с этой части. Пометьте себе, пожалуйста, ладно? У нас есть с ними договоренность по Bitrix24. Попробуем решить эту задачу с рассылками для модуля. Пожалуйста, вопрос. Василий Довгошей, компонент Фармьюнити. Когда уже Bitrix24 убьет почту в ленте с CRM? Когда уже можно будет общаться с клиентами? В CRM? Да. Мы очень этого хотим. Немножко не успеваем за всеми нашими желаниями, но вот прям концепт к этому идет. То есть нам хочется, чтобы можно было коммуницировать теми инструментами, которые есть. В живой ленте писать. Но вот в 16.5 мы покажем ближайшую часть, которую с почтой мы сделаем. Почта плюс CRM. Она будет немножко не связана с живой лентой, она будет связана с почтовыми ящиками. Посмотрите последний доклад. Пожалуйста. А можно я по почте немножко отвечу, Сергей? С почтой не нужно с Яндексом договариваться. Мы сделали возможность внутри системы, чтобы отправка шла… Самая большая проблема, что отправку пытаются сделать одномоментно. То есть в один поток отправить, грубо говоря, 20-30 тысяч писем. Естественно, Яндекс их блокирует. Если поставить отправку пакетами по 2000 писем, то прекрасно проходит. Мы делали тестирование на 60-ти тысячах каталоге писем. Все прекрасно проходит. Яндекс никаких претензий не предъявляет. Так, слушай, ну давай тогда по умолчанию этот параметр сделаем. Зачем мы даем сразу отсылать? Он связан с серверной частью. На крон нужно поставить. То есть мы не можем по умолчанию его включить. Вдруг кроном не будет, еще что-то не будет. Ну то есть там такое достаточно техническое… Ну понимаешь, все будут наступать на эту часть. Ну попробуем что-нибудь сделать. Давайте попробуем найти решение. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. У меня вопрос касаемый софтфона, CRM и, собственно говоря, мобильного приложения. Первое. Недавно столкнулись с проблемой, что количество пользователей телефонии на корпоративном портале ограничено. Можно ли как-то поработать вопрос, чтобы количество пользователей на портале, которое было приобретено, соответствовало количеству пользователей телефонии? Вы пробовали коробку? Что? Коробка. Женя говорит, что они уже работают над этим. Индивидуально включаем, расширяем лимит, но мы работаем над этой проблемой и с лимитами будем решать. Я понял, но индивидуально нам лимит уже расширили. Ограничение пока у Vox и Плант с этим связано, постараемся решить. Еще такой вопрос по мобильному приложению. Когда заходишь в CRM, пытаешься позвонить, допустим, клиенту, то звонок идет через, собственно говоря, сам мобильный телефон. При этом, когда звонок делаешь из бизнес-чата, то звонок идет непосредственно с портала. Вот этот человек, Женя Шеленков. Подойдите к нему индивидуально, ладно? Пообсуждать этот сценарий. Давайте два последних вопроса, пожалуйста. Павел Машанов, первый бит. Пользовательские поля у задач будут? Не расслышал, извините. Пользовательские поля у задач будут? Вот этот человек рядом, пусть ответит. Они на самом деле есть, но нет публичной интерфейса для того, чтобы их создавать. Отличный программистский ответ. Будут или нет? Будут. Как поставишь задачи. Подожди, пусть он ответит. Поставишь задачи, будут. Будут. В новом интерфейсе предусмотрены пользовательские поля. Вообще, когда тестировали этот интерфейс, я вот на последние недели много занимался формой задачи, у нас были дискуссии, там у них есть пользовательские поля и зависимости. И прямо это выведены, эти пользовательские поля, они тестируют уже в интерфейсе. Они будут выведены. В коробке есть пользовательские поля? Да, все понятно. В облаке они же хотят. Пожалуйста. А, подождите. Еще вопрос. Вопрос где-то был. Мы вам дадим еще. Я в ту же сторону вопрос про задачи. Будет ли этапность выполнения задач? То есть, к примеру, сейчас задача, она односложная, ее можно либо завершить, либо что-то там с ней сделать. Хотелось бы видеть шаги выполнения задач. Антон? Очень удобно. Мы подумаем. Хорошее предложение, мы подумаем. Ну, если я правильно понимаю, мы в нашей концепции это подзадачами называем. Ну, то есть, не хочется ее как-то усложнять, еще делать более сложным интерфейс. Ну, вот вы его схватите за руку и поговорите с ним, ладно? Последний вопрос. Пожалуйста. Вопрос очень простой. Когда левое меню в шаблоне Bittrex 24 будет сделано сворачивающимся, потому что оно занимает до 20%, иногда 25% в зависимости от разрешения. В общем, рабочая область сильно уменьшается. Это несложно сделать. Хотелось бы, чтобы это было сделано. Мы много об этом спорим. Боимся, что, вот реально боимся, что пользователь свернет и забудет, как развернуть. Ну, серьезно, вы зря так думаете. Пользователи очень разные. При наведении мышкой. Ну, давайте пообсуждаем отдельно, ладно? Вот в результате. Все, Олег, передаю тебе слово. Коллеги, спасибо большое за… Спасибо за доклад. Внимание. Спасибо.